Немцы, после вторжения на территорию Советского Союза, действовали быстро и умело. Танковые немецкие кулаки, поддержанные авиацией, рассекали оборону Красной Армии. Советские части отступали, оказываясь в окружении, либо попадали в плен, либо гибли в огне войны. Отступая со своими частями и принимая отчаянные бои, в августе 1941 года Семен Коновалов был тяжело ранен и направлен в тыловой госпиталь в Вологду. В конце октября его выписали и на время реабилитации направили в Архангельск, где он служил инструктором по подготовке молодых бойцов. На фронт его вернули в апреле 1942 года. В это время началась битва за Кавказ. Немцы прорвали Советский фронт под Харьковом, их целями были бакинские нефтепромыслы и по возможности захватить Сталинград, важнейший транспортный узел и крупный центр военной промышленности. Советские войска, к началу немецкой операции, не успели принять необходимое пополнение и закрепиться на занятых рубежах. Поэтому после прорыва немцев, с целью предотвратить окружение частей Красной Армии, советские войска стали отступать на новые рубежи. 15-я танковая бригада, в которой служил экипаж Семена Коновалова, вела тяжелые бои, с наступающим врагом, и к 13 июля во взводе Коновалова остался всего лишь один танк, его собственный, да и тот был изрядно потрепан в боях. Экипаж танка из-за поломки своей машины вынужден был отстать от основных частей, а после починки, танкисты решили не догонять советские соединения и принять бой с наступающим врагом, тем самым выиграв время для своих войск. После боя на перекрестке, Коновалов приказал оборудовать несколько огневых точек, сам танк экипаж замаскировал и стал ждать врага. Танкистов было семь человек и они, для своей засады, выбрали самое удачное место в лощине поросшей кустарником. Вражеская техника у них была как на ладони, а обойти советский танк немцы не могли. Примерно через час появились основные силы врага. Гул десятков моторов известил о приближении надвигающейся угрозы. Серые башни танков блестели на июльском солнце. В состав колонны также входили броневики и автомашины с пехотой. Подпустив колонну поближе, танкисты Коновалова открыли огонь. Первыми выстрелами, они вывели из строя два головных танка. А потом равномерно стали расстреливать колонну врага. Немецкая техника рассредоточилась, а солдаты десантировались с машин. Вражеские танки открыли ответный огонь, но из-за хорошей маскировки, советский танк невозможно было обнаружить. Немцы подумали, что с ними воюет советская артиллерия, и они отступили. Перегруппировавшись, немцы снова пошли в бой. Танкисты Коновалова сменили позицию, и снаряды во врага летели уже с другой стороны. Коновалов приказал полить местность вокруг танка водой, чтобы пыль от залпов не выдала их местоположение. Немцы пустили вперед средние танки Panzer IV, которые прикрывались самоходками и более легкими танками. Советский экипаж открыл огонь и до того момента, как был обнаружен, успел сжечь шесть вражеских танков. После, маневрируя между холмами, КВ продолжал вести бой до тех пор, пока фашисты не смогли сбить гусеницы советской машины. Но и дальше экипаж КВ продолжил сражение, отстреливая технику врага и подавляя живую силу противника из пулемета. Тяжелая броня КВ была неуязвимой против пушек немецких танков и самоходок, которые от выстрелов нашего танка горели один за другим. Уничтожить советский танк нацисты смогли только тогда, когда подтянули две крупнокалиберные пушки. Они-то и расстреляли советский танк прямой наводкой. Танкисты Коновалова к тому времени уже израсходовали весь свой боезапас. Этот бой шел до темноты и немцы, уничтожив советский танк, не решились наступать дальше и отступили до следующего дня. Советский танк КВ-1, на котором сражался наш экипаж, отличался повышенной броней. С началом войны эти танки вергали противника в шок. Пробивались они только с близкого расстояния, да и то в основном только крупнокалиберной артиллерией. Эти танки в первые дни войны создали много хлопот нацистским войскам, замедляя их продвижение к Москве. Но у КВ-1 был ряд недочетов, сказывалась поспешность внедрения его в производство. Особенно много хлопот доставляла трансмиссия, которая не выдерживала нагрузок тяжелого танка и часто выходила И если в открытом бою КВ действительно не имел себе равных, то в условиях отступления многие танки этой модификации даже с мелкими поломками приходилось бросать или уничтожать. Чинители эвакуировать их не было никакой возможности. Также большинство этих танков было брошено по причине израсходования экипажем снарядов и топливного голода, когда немцы своими умелыми действиями отрезали танковые соединения от советского тыла. На следующий день, 14 июля, в хутор Нижнемитякин были посланы советские разведчики для того, чтобы установить судьбу экипажа. Они нашли обгоревший КВС сотни вмятин и пробоин от попавших снарядов. В танке были останки погибших танкистов. Разведчики насчитали 16 уничтоженных немецких танков ИСАУ, два броневика и 8 автомашин врага. Они переговорили с местными жителями, видевшими некоторые детали боя, и обо всем доложили своему начальству. Лейтенанта Коновалова представили к высшему военному званию Героя Советского Союза посмертно. Но история этого подвига на этом не окончилась. Трем советским танкистам все-таки удалось выжить. Это был сам Коновалов, наводчик Дементьев и техник Серебряков. После отступления немцев, им удалось выбраться из поверженного танка. Они сняли неповрежденный в ходе боя пулемет и контуженные и обгоревшие пошли в сторону своих войск. Ночами они шли по тылам противника, обходили хуторы и станицы, опасаясь полицаев. Днем отсиживались в рощах или в камышах. Питались танкисты зерном с неубранных полей, травой и овощами с огородов. На четвертые сутки, танкисты встретили одинокий немецкий танк, экипаж которого остановился на отдых. Внезапно атаковав и уничтожив нацистов, советские танкисты двинулись дальше уже на трофейной машине. Немало удивились немцы, когда их одинокий танк пошел в атаку на советские позиции. Бойцы же Красной Армии были также в некоторой растерянности, когда увидели эту одиночную атаку. Они даже не открыли огонь по заблудившемуся танку, а когда попытались взять танкистов в плен, то удивились второй раз, увидев в танке советский экипаж. После проверки, танкисты Коновалова вместе с трофейным танком были зачислены в танковую часть. Нарисовав на башне Красную Звезду, еще три месяца они воевали на трофейном танке. 31 марта 1943 года лейтенанту Семену Васильевичу Коновалову вручили его награду «Медаль Золотую Звезду» и отправили в отпуск. Но дома его не ждали. Мать еще в 1942 году получила похоронку на сына, и когда Коновалов ночью постучался в окно, она, не узнав сразу сына, попыталась его прогнать. Семен Васильевич Коновалов прошел Сталинград, Курскую дугу и окончил войну в Германии командиром танкового батальона и дожил до 1989 года. Только благодаря таким героям, мы и отстояли свою родину.